Субтитры создавал DimaTorzok Александр Иванович Белов, 48 лет, профессор университета, женат Ты куда собралась? Смотри, что я тебе купил Мои любимые Валерия Белова, 28 лет, выпускница университета, жена Александра Ивановича Какой ты внимательный Ты чего? Прогуляться решила? Да? Ну тогда я тоже с тобой Только, если честно говоря, ужасно есть хочется А я там тебе на столе кое-что почитать оставила Думаю, тебя это развлечет Может, даже есть раз хочется Почитать? А что там? Письма твоей любовнице Письма? Где ты их... Где нашла? Ящик надо запирать и ключ с тобой брать Лерочка, я тебе сейчас все объясню Не надо мне ничего Ты еще неправильно поняла Неправильно? А как это можно понять, а? Это сейчас, когда я... Лера, не, Лера, ничего Я тебе сейчас все объясню Не надо мне ничего объяснять Я здесь не останусь Мне очень плохо Вчера я узнала, что мой муж Он... У него... Успокойтесь, пожалуйста И расскажите все по порядку Мы с Сашей недавно поженились У нас большая разница в возрасте И я... Ну, вы видите Вижу Вы ждете ребенка Да И я никак не ожидала, что... Мой муж Профессор Может мне изменять Я, оказывается, недооценила его Валерия, а разве профессорское звание Это гарантия верности? Ну, нет, наверное Но все-таки... Судя по всему, вы сочли, что у вас есть Надежная защита от измены Ну, да Просто понимаете Сашин возраст И его Интеллигентность Как-то, наверное, усупили мою бдительность Ну, я никак не ожидала оказаться Заложником пошлейшей ситуации Алло Привет, дорогой Ты где? Я в кондитерской Рядом с домом Что у нас сегодня на ужин? Ну, я, как всегда, отлично сварю пельмени И красиво положу по тарелкам салат оливье из кулинарии Жду тебя Любовница? Я сказала Саше про письма Он сразу что-то кинулся мне объяснять Но я не стала слушать Ушла Переночевала у подруги Скажите, а почему вы решили, что эти письма от любовницы? Ну, от кого же еще, если он их прячет? Я сейчас в первую очередь должна думать о ребенке Вернее, о двух детях У меня ведь двойня будет Неужели он еще кого-то моложе себя нашел? Но если вы думаете о своих детях То почему бы вам не подумать об их отце тоже? По крайней мере, выслушать его Валерия не могла смириться с мыслью, что у мужа есть любовница Она решила уехать к матери Ну, куда ты собралась? К маме Ну, это же совсем другой город Лучше другой город Лерочка, я ничего плохого не делал В конце концов, каждый человек имеет право на прошлое Вот как, на прошлое? Да, на прошлое Но я люблю только тебя Только тебя, слышишь? Лерочка, не уходи Останься, Лера Вот что значит богатый жизненный опыт Упасть перед женщиной на колени Это прием из твоего прошлого? Ну и что, срабатывало? Ну, что ты говоришь? Лера, ты для меня солнышко Я уверена, найдутся другие источники тепла и света Я тебе сейчас все объясню Тебе нельзя здесь стоять Пойдем в комнату пройдем Тебе надо присесть Лена, проходи, проходи Только не волнуйся Садись 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 Лера, ты не поняла Все эти отношения с писем, они в прошлом Ну, рассказывай, кто она? Она? Она работает секретарем декана нашего факультета Нет, ну это просто потрясающе Молодую секретаршу себе нашел Я тебя с пузом уже не устраиваю Лера, ну что ты говоришь? Да это просто классика жанра Секретарша-любовница Ну, какая классика жанра? Ты у меня, Лер, единственная Единственная? Да ты видишься с ней каждый день на работе Да? Ну, мы видимся по работе Ну, хочешь, я тебе с ней познакомлю? С Людмилой Познакомишь? С ней? Да, мы сходим к ней в гости Тем более, она сама предлагала это Нет, тебе нужно было родиться в другом месте Не понимаю Где разрешено многоженство Интересная мысль Как-то я сразу об этом не подумал Тем более, вам надо познакомиться с Людмилой Надеюсь, это шутка? Ну, конечно Я просто хочу, чтобы ты знала, что у нас с Людмилой никаких отношений нет Валерия не знала, как отнестись к словам мужа Но женское любопытство взяло вверх И она решила наведаться в стан врага Ну, хорошо Лера, тебе не кажется, что эти цветы лишние? Она же не герой соцтруда А я думаю, что необходимо возложить цветы К памятнику твоего прошлого Здравствуйте Лера, познакомься Это Люда Людмила Николаевна Большое спасибо Людмила Николаевна Пучкова 51 год Секретарь деканата Не замужем Я очень люблю цветы Валерия никак не ожидала увидеть вместо длинноногой красавицы Эту скромную женщину Валерия поняла, что фотографии Людмилы Николаевны, которые она нашла, были сделаны много лет назад Люд, я слышал на следующей неделе заседание кафедры Сергеева Да, у них проблемы с дипломниками Да Смотри-ка, как у него Лер, ты не помнишь профессию Сергеева? Ну, полный такой Ты у него еще в красаву писала Вы должны все попробовать Вот пирожки Вон котлетки А это капустка Сама солила О, за это квашеную капустку Я отдам секреты родного завода Саш, ну капусту тебе с твоим желудком нельзя Ты забыл, как тебя с лекцией на скорую увезли? Не хотел терять авторитет перед студентами И дочитал лекцию до конца А карету скорой помощи велел тебе со служебного входа подать И ковылял Без лифта по лестнице А я спускаюсь, а там студенки стоят Курят Замерли такие все А я махнул рукой и дальше пошел Валерия давно не видела своего мужа таким оживленным Было очевидно, что его с Людмилой Николаевной Многое связывает А где Саша снят? Это мы в поход ходили Ой, страшно вспомнить, сколько лет Лерочка, а как вы себя чувствуете? Врач, вы же сказали, кто у вас будет? У нас двойня Один точно мальчик А второй неизвестный еще Скрывается Дети, это прекрасно Я хочу подарить вам этот цветок Но вы же молодожены А залия приносит счастье Вот пирожки Спасибо, Людмила Николаевна Но у нас дома есть еда Да берите, берите У меня, кстати, есть тетрадь еще с диетическими рецептами Для Саши Ну, у него же желудок, вы знаете, Лерочка? Спасибо, но мы уж как-нибудь без вашей тетради Там же очень много полезных советов Нет-нет, не надо Саш, ну, за залией ты завтра заезжай А то сегодня холодно Да и на машине удобнее Хорошо До свидания До свидания Будучи на седьмом месяце беременности Валерия Белова случайно обнаружила письма любовницы своего мужа Валерия решила уехать к матери Но Александр уверил жену в том, что ее подозрения напрасны И предложил Валерии познакомиться с Людмилой Побывав в гостях у этой женщины Валерия убедилась, что между Людмилой и Александром нет любовных отношений Но существует духовная близость Твоя Людмила руководит тобой, как своим собственным мужем Ты разве не видишь, она до сих пор тебя любит? Лерочка, а не ревнуй Это больше уже родственные чувства Понимаешь? И она всегда для меня была больше, чем... Чем кем? Ну, продолжай А ну, Лерочка, это было все в прошлом Неужели ты этого не видишь? В прошлом? А это ее команда, чтобы ты приехал завтра на машине за этой дурацкой азалией Ну, никакой команды не было, Лера Никакой команды не было Ты как-то все остро воспринимаешь Нам не нужен этот цветок Мне от него будет плохо Она его специально подарила, чтобы он стоял у нас дома и напоминал о ней Лера, ну что ты говоришь? И вообще, неизвестно, с каким чувством она его дарила Вряд ли она испытывает ко мне такую же любовь, как к тебе Лера, ты воспринимаешь все, как будто в кривом зеркале Но я не хочу тебя волновать А все время это делаешь Я недавно познакомилась с бывшей любовницей мужа Полагаю, это знакомство вам далось нелегко Конечно Правда, она намного меня старше, но... Но что-то вас все-таки тревожит Да Это Людмила Николаевна Слишком активное участие принимает в жизни моего мужа Постоянно дает ему советы Кормит его пирожками Ну, пирожки, это не повод для огорчения Согласна Но Саша просто не видит Не понимает, что она до сих пор его любит И наверняка ненавидит меня А как ненависть этой женщины проявляется в отношении вас? Мне просто так кажется И еще у меня такое ощущение, что Саша тоже очень нуждается в этой Людмиле В каком смысле? Ну, их связывает что-то большее, чем просто любовные отношения Ну, это какая-то духовная близость А ведь, согласитесь, это гораздо страшнее А у вас с Сашей этой духовной близости нет И поэтому вы ревнуете мужа к этой женщине Которая намного старше вас Да Ну и как мне от нее избавиться? Ну, судя по всему, Людмилу Николаевну и Александра Объединяют прошлые какие-то воспоминания Общая работа, общие друзья Они пережили очень много Вот именно этих отношений и не хватает у вас в отношении с мужем Ну да, вы правы Значит, я должна в себе совместить все, что ему нужно Валерия, не пытайтесь стать супер-женщиной Не усложняйте ситуацию Муж вас любит такой, какая вы есть Ну и не надо забывать все-таки Помните, что муж намного старше вас Вы выходили замуж за этого человека И у него есть прошлое Это прошлое невозможно выбросить, как старое пальто Ну, я попытаюсь это понять Валерия понимала, что Людмила Николаевна, будучи ровесницей ее мужа Возможно, больше соответствовала образу жены профессора И имела перед ней ряд преимуществ Валерия решила превзойти соперницу в ее кулинарных способностях Я сегодня не голоден Мне лучше прилить Ну чего ты, Саш, ну поешь Ну, у Людмилы своей все ела Мне что, не хочешь? Садись давай Вкусно Специя? Угу Да, давно забытый вкус Саш, ты чего? Что с тобой? Ничего, ничего Я просто давно отрого не ел Налей мне, пожалуйста, кипяченой водички Сейчас Ты не волнуйся Это вредно для твоих малышей Да, ничего себе не волнуйся Я тебя накормила чем-то не тем Ничего, ничего У меня что-то уже с утра было Нет Саш, я сейчас скорую вызову Не надо Не надо, Лера Полежу немного, отойдет Нет, Саш, я вызову Ты что? Александра Ивановича положили в больницу Вот уже несколько дней Валерия разрывалась между больным мужем И неотложными делами Связанными с ее беременностью Пропустив очередной визит К своему врачу Она окончательно поняла Что не в силах в одиночку Справиться с ситуацией Вот Бульон тебе сварила Смотрела по кулинарным книгам Специально, чтобы не жирный Надеюсь, тебе понравится Вкусно Правда? Да Только немного недосолено Лера Ты что-то бледная У тебя все в порядке? Да, у меня все хорошо Слушай Почему мы друг перед другом прикидываемся? А в чем ты передо мной прикидываешься? Ну, я вот, например, решил скрыть от тебя все свои болячки Вот и добирался Хотел выглядеть в твоих глазах моложе Сашенька, язву и в 20 лет заработать можно Не говори про возраст, это глупость Ну, теперь ты от меня хочешь скрыть свое состояние Я же вижу, он у тебя синяки под глазами Еще бы Трех мужиков на себе тащить Может, вторая все-таки девочка будет Лера Позвони Людмиле Ну, я же вижу, ты же вся измучилась А ей будет только в радость Я не хочу доставлять Людмиле Николаевне такую радость Прекрасно справлюсь сама Ну вот, видите, как бывает У меня одна проблема за другой Что же на этот раз, Валерия? Я не хочу обращаться за помощью к этой Людмиле Николаевне Хотя, видимо, так и нужно сделать Я на последних сроках беременности, мне тяжело У меня в городе никого родных нет А она знает проблемы Саши Вот и до Ну, вы же уже нашли выход Я правильно понял? Но ведь, обратившись к ней за помощью Я признаю свою полную несостоятельность И дам ей возможность уже полностью контролировать нашу с Сашей семейную жизнь Валерия, сначала гордость вам помешала прояснить ситуацию с мужем Сейчас из-за гордости вы готовы пожертвовать его здоровьем Но вы сами для себя решите, что для вас важнее Для меня? Любовь, счастье Вы уверены? Мне кажется, для вас важнее победить Людмилу Николаевну И мне кажется, что у вас до сих пор есть страх Что соперница выйдет на первый план и победит вас Но сейчас не время для подобных мыслей, не так ли? Ну да, конечно Валерия все-таки решилась позвонить Людмиле Николаевне Добрый вечер, Людмила Николаевна Лерочка, добрый вечер Какие-то проблемы? Саша очень болен, он уже несколько дней в больнице Я все время на ногах, я очень устаю Я не справляюсь Не переживайте, не надо волноваться Людмила Николаевна, я очень волнуюсь за Сашу Мне страшно Приезжайте, пожалуйста, ко мне Конечно, приеду, вы только не волнуйтесь Хорошо, что вы приехали А то я совсем растерялась Знаете что, Лерочка, вы сейчас больше о ваших близнецах думаете А с Сашей я вам помогу Я ведь врачей нужных знаю, диету и режим Я вижу, вам непросто было сделать этот шаг, позвать меня Но вы не волнуйтесь, Лерочка, это просто помощь Я не буду вам навязываться Чтобы и Саше было спокойно работать и малышам не мешать Вот Эх, Саша, Саша До профессорского звания дослужился А быть и думать так и не научился Ему ведь сто раз предлагали двухкомнатную квартиру А он отказывался Зачем мне одному? Вот Теперь не один и даже не двое Скоро четверо будет Когда Людмила Николаевна ушла Валерия почувствовала необходимость Перечитать ее письма Александру Ивановичу Вот Саша, у тебя был тяжелый развод Но ты Однолюб Так и не смог забыть свою жену Которая бросила тебя ради красивой жизни Все эти годы я Старалась поддержать тебя Ты прекрасный человек И я не упрекаю тебя в том, что Женщину во мне ты так и не увидел Но я всегда буду Предана тебе В любом качестве Так они даже не были Любовниками Будучи на седьмом месяце беременности Валерия Белова Случайно обнаружила письма Любовницы своего мужа Но Александр уверил жену в том Что ее подозрения напрасны Познакомившись с этой женщиной Валерия убедилась Что между Александром и Людмилой Осталась только духовная близость Вскоре Александр попал в больницу С приступом язвы Не справляясь с этой ситуацией Валерия вынуждена была обратиться За помощью к Людмиле Людмила с радостью Отозвалась на просьбу Валерии Внимательно перечитав ее письма Александру Валерия поняла Что они никогда не были любовниками Прошло несколько дней А что я тебе принесла Спасибо Очень вкусно Я знаю кто автор Люда Точно Я Людмилу Николаевне позвонила Она с радостью помогла Знаешь я ей так благодарна Я очень рад Что вы нашли общий язык Как она там Валерия поняла Что мужу хочется увидеться с Людмилой Но из боязни расстроить ее Он не просит об этом Но Валерия больше не чувствовала ревности У нее все хорошо Передает тебе привет Теперь я с голодным помру Передает тоже привет Валерия решила сделать мужу сюрприз И устроить ему встречу С Людмилой Николаевной Здравствуйте Лерочка Я спешила Чтобы вы успели к Саше А вы знаете А вы не могли бы Сами сегодня отнести еду с Сашей А то я себя не очень хорошо чувствую Ну Разве так решили Ну если я действительно вам этим помогу Конечно конечно поможете Я вам буду очень благодарна Да Ну вот я захватила Эта тетрадь с рецептами диетическими Для Саши Спасибо Ну Пойду Свидание Спасибо Наступил долгожданный день выписки Валерия готовилась к приходу мужа Саша Привет Привет Дмила Николаевна Вы оставайтесь с нами обедать Я научилась готовить по вашим рецептам Фрикадельки по столичному и суп полдень Спасибо Лерочка Но сегодня мне действительно не здоровиться Я домой поеду Полежу Ну вы не обидитесь А ну конечно конечно я понимаю Но совместный обед нам обязательно предстоит Хорошо Выздоравливайте Хорошо До свидания Прошло три недели Валерия пыталась дозвониться до Людмилы Николаевны Но та не отвечала Саша Я должна тебе кое-что сказать Лера я тоже должен тебе кое-что сказать Сначала я Я сегодня была на УЗИ И врачу наконец-то удалось рассмотреть нашего второго партизана Он повернулся правильно Точнее Она Она? Она будет девочка Я предлагаю назвать ее Людмила А сейчас Людмила Николаевна Слушай, это прекрасная идея Да, только я ей дозвониться никак не могу Она куда-то совсем пропала Наверное действительно нехорошо себя чувствует А, Ерочка Ой, не знаю, что это же с ней Вот я тоже об этом хотел сказать Я только сегодня узнал, что Людмила Николаевна уже две недели как в больнице Господи Валерия и Александр тут же поспешили в больницу Валерочка, ты посиди в машине Может быть там не пускают И вам лучше излишне не волноваться Вот Валерия была не в силах справиться с волнением Ей многое хотелось сказать Людмиле Николаевне Лера Что? Людмила Николаевна Умерла Как? Не может быть Вот ее вещь А вот Последнее письмо У меня что-то перед глазами все прыгает Прочитай Саша, я Не хотела тебя расстраивать Раньше времени У меня уже полгода был плохой диагноз Спасибо за то, что познакомил меня с Валерией Она очень славная С ней тебе будет хорошо В секретаре найдешь документы, касающиеся тебя Не забывайте поливать азалию Людмила На следующий день Валерия с мужем приехали в квартиру Людмилы Николаевны И увидели там записку с документами Дорогие мои Саша и Лерочка Моя квартира Моя квартира ваша Тем более, что у вас скоро будут дети Кроме Саши у меня никого не было А потом появилась Лерочка Так что примите эту квартиру от чистого сердца Саша, надо отвезти азалию к нам домой Без людей в пустых квартирах Цветы плачут Мне это Людмила Николаевна говорила Да Конечно Мы часто не видим истинных мотивов В поступках другого человека Потому что больше сосредоточены на себе Обиды и ревность искажают наше представление о людях Но многие добрые поступки люди делают от чистого сердца Им надо лишь научиться понимать это И уметь с благодарностью принимать чужие Выстраданные подарки Без гордыни Валерия научилась этому Может быть слишком поздно Но научилась Не следует поддаваться ревности Потому что она ослепляет человека У настоящей любви нет ревности Субтитры создавал DimaTorzok